Об искусстве с холодной головой. В студии Владимирского абстракциониста Яна Негодаева уже не чувствуется запах красок. Художник перебирается в Москву. И лишь для нас нарисовал, возможно, свою последнюю картину во Владимире. Он не терпит, когда в работах ищет несуществующий смысл, к творчеству относится просто, но с трепетом к понятию художник. Многие считают, что если человек умеет рисовать портрет хорошо своей бабушки, или, не знаю, отучился в художественной школе, то он уже художник. Но, на мой взгляд, это мне не ошибочно. Потому что художник – это тот, кто создает что-то новое. Сын известного фантастического реалиста Юрия Негодаева, чьи работы находятся в галереях и частных коллекциях по всему миру, Ян Негодаев не пошел по его стопам, избрав для себя графику. Равняться на осанне перестал, в своей же среде внахновляется кандинским. Не бунтарство, а собственный стиль, подчеркивает Ян. Все работы выстроены с помощью малой формы – линии. Никто не знает, куда меня приведет графика, потому что сейчас в моих работах появляется цвет. А изначально, почему графика? Потому что работа с ахроматическими цветами, то есть с черным и белым, она дает определенные рамки, заключает, в которых ты должен вариться. Линии можно строить пространство, плоскость, можно решать огромное количество задач. То есть линии имеют массу и определенную пластику. Линии в понимании Яна – это отражение межличностных отношений. Как люди связывают свои судьбы невидимыми нитями, так и линии пересекаются в пространстве. Цвет в работы Ян вводит аккуратно, ведь они несут определенную эмоциональную нагрузку. Писать любит в основном для себя, никогда не соглашается на заказные работы. От этого его творчество не страдает, а наоборот становится узнаваемым. Во Владимире Ян Игадаев практически не выставляется. Один из немногих следов абстракциониста – роспись в магазине друзей на X7UP. За спиной же участие практически во всех крупных фестивалях, к примеру, Faces and Laces. Сейчас же работает над грандиозным проектом, разрабатывает ювелирные украшения Unisex. Да, я разрабатываю сами эскизы ювелирных изделий, продумываю идею этого изделия, потому что каждое изделие будет иметь какой-то смысл. В общении с Яном четко понимаешь – человек легкий на подъем. Он любит Владимир, поддерживает творческую тусовку города, но искусство прокормит только в Москве. Там самая благоприятная среда для проектов и новых открытий, говорит Ян. Он не знает, вернется ли сюда снова, уверен только в одном, что все, что задумано, будет не зря. Нужно только усердно работать.